Выходила, песню заводила, про седьмого сизого орла. В тесном кругу в парке Липки школьники, детсадовцы, студенты и ветераны. Они вместе поют фронтовые песни, говорят о прошлом, настоящем и будущем. Вот она связь поколений, говорят у строителей встречи, когда молодежь взахлеб слушает, как в тяжелые годы Великой Отечественной советские войска побеждали врага. На полях сражений и в тылу отвоевывали свободу своей родины. По словам директора Владимирского филиала президентской академии Вячеслава Картухина, такие встречи сейчас, как никогда, нужны молодежи. Ведь для того, чтобы сохранить историю, нужно ее знать. Конечно, все возмущаются тем событием, которое происходит на Украине, когда фашизм реально поднимает голову. Я думаю, что никто из нас не хочет, чтобы у нас произошло то же самое. Поэтому сама жизнь заставляет сегодня возвращаться к истории, вот знать правду, ну и действительно понимать, что это великая победа, которая досталась большой ценой, это надо ценить. Ценить и ветеранов, и тружеников тыла, и детей войны, всех тех, кто эту победу нам подарил. Когда солдаты наступали, они идут, бой проведут, а есть все равно же надо. И вот наступает обед. Вот они врагу дали как следует, отбились и начали, а за ними идет, едет кухня. Александр Данилович Рябов рассказывает малышам, как важно было накормить солдат после боя. Сам он смотрел на войну детскими глазами. Когда его и еще четверых братьев и сестер вместе с мамой забрали в концлагерь, Александру Рябову было всего пять лет. Даже спустя многие годы ужасы концлагерей он помнит до мельчайших подробностей. Маму очень сильно избили, ее просто без чувств приволокли. А когда маму приволокли, нам ее бросили на улицы, и детей мы орали, детей, она шесть человек, выпустили, и мы около нее. Нас ловили, этапировали и охраняли в концлагерях бандеровцы, которые вот сейчас зверствуют на Украине. Мне вот брали ребят за школьку, друг об друга стукали и в душегубку. Провести именно такую встречу с ветеранами предложили сами студенты Владимирского филиала президентской академии. Потому что с каждым годом у современной молодежи все меньше возможностей услышать историю войны из первых уст. Очень важно именно живое общение, именно такое вот от сердца к сердцу, общение с теми людьми, которые были очевидцами той страшной войны, которые своими глазами видели смерть, видели боль, и которые могут рассказать нам об этом лучше, чем написано это в книгах, учебниках. Оксана Любимова, Александр Мажаров, Шестой канал.